Семь музыкальных нот, семь чудес света, семь цветов радуги. Почти сакральное число семь – символ победы и удачи. И семерку счастливых лет отмечает сегодня микрорайон Стрижи. День рождения обещает быть грандиозным. И праздник начнется долгожданным событием, так оправданным и точно приуроченным к первому сентября. Открытие средней образовательной школы номер 51. Ну что, друзья, в добрый путь, в путь великих знаний. Единственной школе в Стрижах более полувека. И еще недавно здание было в плачевном состоянии, а 1100 ее учеников вместо 550 по нормативам рисковали уйти в пике третьей смены. С этим и обратились к губернатору, а губернатор, в свою очередь, напрямую к президенту. На почти 360 миллионов экстренно выделенных Путиным, меньше чем за год, возвели современный учебный комплекс. А ветхое здание капитально отремонтировали и интегрировали в проект. «Была стандартная школа, на 560 учеников училось 1100 человек. 4,5 тысячи квадратных метров она занимала. Построены две пристройки, 6 тысяч квадратных метров, то есть сейчас общая площадь школы 10,5 тысяч квадратных метров. 1100 учеников в первую смену будет учиться. Ну, сегодня мы видим, что у нас полторы, 1475, но пока еще в одну смену мы укладываемся. Два здания, которые пристройки, построены за 8 месяцев на президентский грант. Основное здание школы сделан капитальный ремонт и реконструкция за три месяца на деньги областного правительства. Значит, сейчас полностью все, значит, мебель стоит, все готово к приему учеников». Уверен, что в городе Новосибирске 100% не было таких прецедентов. Подозреваю, что в Российской Федерации полностью включить старое, обвешалое здание, структуру нового объекта за три месяца не может никто. Это даже не реконструкция, это полная реинкарнация. И праздновали это по традиции всем миром, от коренных стрижовцев до представителей власти. «Не каждый строитель возьмется за 12 месяцев построить новую школу. Это удалось здесь, поэтому вот это общий праздник. Я почувствовал не просто благонадежность, а добросовестность и какое-то особое отношение к своим клиентам, к своим жителям, к этой компании, когда первый раз сюда приехал на микрорайон. Потому что, начиная от всего, от благоустройства территории, заканчивая помощью в организации проведения праздников. И даже то, что сохраняется традиция ежегодно отмечать день рождения этого микрорайона при поддержке компании. Хотя, казалось бы, все уже, квартиры проданы, деньги получены, можно забыть и уехать. Это тоже показатель добросовестности этой компании. В этом году мы будем учиться в одну смену. Нам пока хватает помещений. Школа обновлена, новые стены, они определяют еще больше и толкают тебя на какие-то творческие свершения, творческие успехи». Творческие свершения, творческие успехи – лейтмотив стрижей вот уже 7 лет. Так трогательно начавшись, торжество продолжается с размахом. Стрижам действительно есть, что праздновать. Ведь там, где счастливые родители сегодня ведут своих первоклашек в новую школу по новым дорогам, всего 7 лет назад была унылая окраина с ветхим жильем. «Не очень все было. Все достаточно печально было. А сейчас прям заходишь и глаз радуется». Интересный срок – 7 лет. Физиологи утверждают, что именно за 7 лет организм человека полностью перерождается целиком, обновляя свой клеточный состав. Микрорайон – это тот же живой организм со своим пульсом жизни, со своей душой и со своим сердцем. Может, поэтому один из символов микрорайона – это горящее сердце, светом которого Данка вывел людей из болот. Тонкий такой арт отсыл к истории микрорайона, который полностью переродился за эти 7 лет. Семилетие микрорайона в разгаре празднования ярмарка мастеров по кузнечному, гончарному и ювелирному делу. Библиотека на траве с учеными-археологами НГУ и Соран. Спортивная программа от чемпионов мира и постановка спектакля «Старуха и зергиль» от ведущих актеров «Глобуса». Как говорил Рэй Брэдбери, важно, что все, к чему ты прикасаешься, навсегда меняло форму, но сохраняло частицу тебя. И в этом разница между настоящим садовником и тем, кто просто стрижет траву, между тем, кто таскает камни и тем, кто строит храм. За 7 лет стрижи построили не просто микрорайон, они построили храм уникальной стрижовской культуры. Построили свой мир, свой город в городе, чтобы вместе радоваться, вместе трудиться, дружно отмечать праздники и жить. Стрижи расшифровывается как строить и жить. Как одноименные птицы стрижи никогда не бросают свои строения. Все на лету, всегда на скорости, стабильно на высоте. 7 лет строительства высокого полета, 7 лет микрорайону стрижи.